Сегодня в видео, господа, мы обсуждаем шляпы. Давайте для начала определим, что такое шляпа. Шляпа – это то, чем можно покрыть голову. У нее есть тулья – верхняя часть поля. Верхняя часть имеет форму и углубления. Верхняя называется складка, а боковые – вмятины. В зависимости от формы и углублений у нас появляется большое разнообразие тулей. Они могут быть высокими или низкими. Следующая ключевая часть – это поля. И есть два фактора, которые влияют на его внешний вид. Это ширина, короткие или длинные поля, а также изгибы и форма. Не только лицевой изгиб, а также и боковые. Если они направлены вверх или вниз, такие шляпы выглядят абсолютно по-разному. Ну и, конечно же, лента. Они бывают из разных материалов, например, ткань или кожа. И еще можно встретить декорации, например, перья. Сегодня я покажу много различных шляп. Начнем, пожалуй, с классических шляп, потом плоских кепок, затем поговорим о бейсболках и зимних шапках. Итак, первый вид шляп – это шляпы с полями. Первую, которую мы рассмотрим – это Панама. Все происходило во время конкистадоров, испанских путешественников. Что можно заметить? У этих ребят стильные головные уборы. Это первые записи о появлении Панамы. Конечно, мы знаем, что она появилась за много лет до этого, но вот, что испанцы сделали. Они научились очень качественно вязать Панамы. Потому что Панамы очень хорошо защищали их голову от солнца, когда надо было проводить много часов за работой в поле. Обратите внимание, у нее широкие поля, примерно 5-7 сантиметров, иногда и шире. Если она короче, то это уже совершенно другой тип шляпы. Также у нее высокие тулья. Это позволяет воздуху циркулировать и охлаждаться. У этой Панамы классическая черная лента, а сама она белого цвета. Конечно, есть различные цвета. Главная особенность Панамы – это плетение, которое прочное и позволяет ей дышать, чтобы воздух мог циркулировать и охлаждать температуру горячего солнца. Следующая шляпа называется Федора. У меня в руках шляпа очень похожа на Панаму. Она тоже для жаркой погоды, потому что изготовлена из легкой дышащей ткани. Вам, скорее всего, эти шляпы попадались из более плотных тканей. Федора была очень популярна в 20-е, 30-е, 40-е года. На западе она начала выходить из моды где-то к 60-м годам. Это очень функциональная шляпа. Она небольшая и не привлекает к себе много внимания. У нее небольшой изгиб, по бокам и коротенькие поля. А вот тулья у нее такого же размера, как и у Панамы. Очень схожей с Федорой у нас идет Трилби. Единственная разница – это ширина полей. Они становятся еще короче. Это где-то 2-3 сантиметра. Как я и говорил, небольшая разница в ширине полей, и у нас получается шляпа, которая выглядит уже совсем по-другому. Федора и Трилби были очень популярны в 20-х по 60-е года. Думаю, и сейчас парни могут спокойно носить такие шляпы. Лично я предпочитаю такие для жаркой погоды, потому что они круто выглядят. Намного более стильные, чем бейсболка, и они отлично выполняют свою работу, защищают мою голову от солнца. Да, кстати, если мне нужно защитить больше лицо, то я бы выбрал Панаму или Федору. Следующая шляпа, которую можно встретить – это Порк Пай. Она стала популярной благодаря парню по имени Бастер Китон. Этот парень был звездой немого кинематографа 1920-х годов. Но с появлением уже звукового кино и того, как слава этого парня начинала угасать, то и популярность этих шляп тоже уменьшалась. Она по-прежнему была популярной, особенно у музыкантов, но к 60-м Порк Пай исчез. Очень похоже на Порк Пай, из таких же материалов, только более дышащая – это Канатье. Она была сделана специально для жаркой погоды. Это шляпа цилиндрической формы. Тулья у нее невысокая, она очень легкая. Она отлично защищала от солнца, но сейчас она практически не встречается. Какая же шляпа победила на Западе, я сейчас не про ковбойскую, к ней я вернусь через секунду. Это круглая шляпа. Да, круглая шляпа была одной из самых популярных шляп на Западе. Особенно во времена, когда все отправились в сторону Соединенных Штатов. Так что во всех этих фильмах показывают, как люди носили ковбойские шляпы. Это совсем не так. Если посмотреть на старые фотографии, то очевидным становится тот факт, что круглая шляпа была намного популярнее. Так что же с ковбойскими шляпами? Откуда они получили свое название? Это настоящая тайна. Потому что люди на Западе носили все, что угодно. Они носили шляпы со времен гражданской войны. Но на самом деле компания Стэтсон. Они в то время изготовили шляпы, и одна из них стала иконой. Думаю, Голливуд к этому приложил свою руку, чтобы то время ассоциировалось у нас именно с этими шляпами. Очень похожая на вестерн шляпу у нас идет Акубра. Это австралийская шляпа, и я думаю, что она очень красивая. У нее есть небольшой опал прямо тут. У нее можно увидеть отверстия по бокам. Такие же встречаются в ковбойских. Но она сама по себе более плоская. Давайте сейчас рассмотрим плоские кепки. 1571 год. Англичане хотят поддержать торговлю шерстью, поэтому они издают закон, в котором говорится, что каждый мужчина должен носить головной убор. Понятное дело, что закон этот отменили, но вот в чем суть. Мужчинам очень нравилось носить эти плоские кепки. Они на самом деле отлично справлялись со своей функцией. Именно поэтому я сам ношу такие. Они не очень высокие в тулье, поэтому не мешают садиться и выходить из авто. И для мужчины, который уже лысеет, или для того, который не хочет возиться со своей копной волос, они отлично выглядят. Они существуют в огромном разнообразии и вариациях. Вот эта, например, модель известна как новостной мальчик. Она немного мешковата по бокам. Мне они очень нравятся. И да, кстати, берет это тоже плоская кепка. Я не буду рекомендовать его всем, но если у вас достаточно уверенности и вы знаете, что делать, тогда дерзайте. Итак, в целом плоские кепки более casual. Также материал, он сезонный, все зависит когда и где вы будете носить эту кепку. Но они уж точно очень функциональны. Например, вот у этой кепки, у нее есть даже уши, которые могут согреть меня зимой. Итак, если вы решаете взять себе первую шляпу, то скажу так, шляпа с полями потребует больше уверенности в себе. А вот плоская кепка, особенно если вы уже привыкли ходить в бейсболке, будет являться отличным дополнением к вашему гардеробу. Получите несколько комплиментов, и вы поймете, что вам это к лицу. Далее идет бейсболка. Скорее всего, это самый часто встречаемый головной убор сегодня. Тысячи парней ходят в них, и я думаю, это отлично. Потому что от нее легко перейти к чему-то другому. Но когда все началось? 1860 года. Появились первые бейсболки. Их делали из соломы, и козырек был очень коротким. Сейчас он гораздо длиннее, и на них наносят логотипы. Конечно, название команд. Но мы встречаем великое разнообразие картинок и слоганов на этих кепках. Но, по сути, это все те же тулья и поля. Просто полей нет по бокам. И, по сути, это и определяет классическую бейсболку. Итак, у нас есть бейсболка из шести лоскутов. У такой шляпы мы видим шесть швов. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Иногда ее называют отцовской кепкой. Это самая простая по дизайну кепка. Она надевается прямо на голову и отлично защищает от солнца. Это простой способ, если можно так сказать, разнообразить свой стиль. Но, друзья, существует куда больше возможностей. Дальше у нас идет кепка водителя грузовика. Популярными стали в 1980-х годах. Их раздавали бесплатно, как промоакции с рекламой. Сейчас они бесплатно не раздаются, а стоят даже неплохих денег. У них разный дизайн, лого. Это под камуфляж. Главная их особенность – это защелка. Это очень крутая фишка и, конечно, сетка. Так что это очень легкая кепка, которая защищает от солнца. Такие кепки отлично подходят детишкам. Взрослые тоже могут себе взять такую. Но я думаю, что это так. Слишком casual. Также у нас есть кепка с плоским козырьком. На ней часто есть наклейки и всякие теги. Главная задача – это показать, что она новенькая, что ты только что купил ее и у тебя есть деньги для этого. Не ручаюсь, что я эксперт по уличному стилю и этого типа кепок. Так что, если вы в этом сильны, то тогда вы знаете, о чем идет речь. Далее у нас идет военно-кадетский стиль. Все началось в 1943 году. Это был M195 Design. Когда я был морпехом, мы называли их убором, не называли их шляпой или кепкой. Суть в том, что они функциональны. Защищают голову от солнца, глаза от света. Ну и говоря о военных шляпах, то упомяну и Буни. Это тоже очень функциональная шляпа, особенно если вы оказывались в лесу или в джунглях. То она защищала вашу шею. Вот эту шляпу мне подарили, когда я вернулся домой в Техас. Один из моих коучей подарил ее мне. Когда-то я был рейнджером и играл в футбол. И конечно, давайте поговорим о зимних шапках. Ну, суть таких шапок это, когда на улице холодно, это сохранить тепло и защитить от холодного ветра. Первое, это классическая с отворотом. Одна из самых популярных. Но она не самая функциональная. Сделана из шерсти, хлопка и немного синтетики. Она отлично справляется со своей работой, но она не так хорошо защищает вас от ветра. Только если в ней есть защитный слой внутри. Также есть Бинни, они забавные, они чаще всего цветные и, конечно, очень кэшуал стиль. Так что если вы собираетесь надеть костюм, то шапка с отворотом еще прокатит. Но если холодно, то вы вправе надеть что угодно, чтобы вам было тепло. Но зачем надевать что угодно, когда есть из чего выбирать? Вот эта шапка называется Астрахань. Она сделана из шерсти. Ее особенность в том, что она небольшая и прекрасно сохраняет тепло. Скажем, вы хотите, чтобы шапка защищала и ваши уши. В таком случае есть ушанка. Конечно, если вы американский политик, то вам лучше не надевать такую шапку, потому что вас будут подозревать в связях с Россией. Но для большинства из нас это отличный выбор, потому что когда отпускаешь уши вниз, она отлично греет как голову, так и ваши уши. Если вам не подходит такой вариант, то есть зимняя кепка. Ее придумал один работник железной дороги. Она отлично подходит для холодных условий. Ее не так просто найти, но если вы захотите, то справитесь с этим.